Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Вот и пришло время посадки овощей на рассаду. И сегодня я буду сеять острый перец. Сладкий перец я не высеваю, а высеваю только острый перец. Но мне самой хватает шесть кустиков. Высеваю я три сорта, и мне останется всего шесть кустиков. Остальные все я сею для своих друзей, для родственников. Но сейчас я вам покажу, как это я все делаю. Я приготовила два стакана воды. Вот этот кипяток, а вот этот ледедая вода. Я беру семена своего острого перца, все вместе, и сначала опускаю в кипяток. Считаю до пяти. Один, два, три, четыре, пять. Отжимаю, опускаю в кипяток до полного остывания. И опять в кипяток. Один, два, три, четыре, пять. И опять в ледяную воду до полного остывания. И еще раз в кипяток. Один, два, три, четыре, пять. Отжимаю. И до полного остывания. Вот таким образом я делаю предпоседную обработку семян. Кроме этого, я приготовила здесь уже землю. Так, немножечко я эту землю пролью, чтобы она не была сильно сухая. Поливать уже буду поверху. Какие же сорта острого перца я высеваю? Семена у меня свои. Вот. Сначала я возьму мелкий чили, который я покупала в магазине Лидл. Уже готовым растением в горшочке. Он уже был с перчиками тогда. Он мне понравился. Был не очень крупный, но очень урожайный. И уже много лет, ну не менее пяти, а то и более, больше, наверное, пяти, я высеваю мой Лидл, так я его называю. Это сорт чили. Как он по-настоящему называется, я не знаю. Но мне он очень нравится. Мне хватает. Так. Не хочет он от меня никуда. Сейчас будем делать по-другому. Ну вот я взяла зубочистку. Сейчас попробую при помощи зубочистки скинуть семена на землю. Так. Отлично. Получается. Вот такая предпоседная обработка. Я делала ее и в прошлом году также. Мне очень понравилось. Потому что перец зашел очень быстро и рос хорошо. Он не болел. А этот способ обработки, предпоседной обработки семян перца, я услышала на канале про цветок. Вот. Когда перец зайдет, я вам обязательно покажу. Помню, что в прошлом году он зашел очень быстро. Это меня прям поразило. Так. Сею я в каждую плошку по 20 семянок. Что зайдет, посмотрим. Выбросить всегда успею. Хуже, если не хватит на всех. Вот так. Угу. Вот так. Ну вот, таким образом первая моя плошечка засеяна. Теперь мне нужно присыпать ее тонким слоем земли. Что я сейчас и сделаю. Ну вот. А сейчас я просто как следует польем нашу посадку. Ну вот. Если у меня вот такая олеечка, я хорошо, хорошо прогреваю землю, чтобы она сохранила влагу. Так. Вот здесь торчат семена. Мы их чуть-чуть утопим. Ну вот так. И заворачиваю я в свой пассив в такую пищевую плетку. и ставлю в теплое место на проращивание. Таким образом сохранится влага, но нужно обязательно каждый день контролировать. если только начиная появляться петельки, срочно нужно выставлять это на окно, на свет. Вот. Таким же образом я посею и второй сорт свой. Немножечко прольем землю. Дождевая вода у меня здесь. Слава Богу, дождей у нас в Германии хватает. Но я думаю, что вам неинтересно будет, что я буду каждый сорт показывать, как я сей. Все это будет одинаково. Поэтому прервемся ненадолго. Ну вот, мои хорошие. Мои перцы высеяны. Сорта подписаны. Будем ждать сходов. Будут сходы. Покажу. Какие же правила или каких же правил я придерживаюсь при посеве семян. Все, что растет над землей, это огурцы, помидоры, перцы. В нашем случае я сажу на растущую луну. Самые плодородные знаки лунного календаря это скорпион, козерог и рак. Вот. Но советуют садить помидоры, например, перец в знаках льва. Когда луна находится в зодиаке льва. И я тоже иногда сажу свои семена в знаке льва. Это меня никогда не подводило. У меня всегда хорошая рассада и всегда у меня есть и урожай. Вот. Что еще? От чего я еще придерживаюсь? Все овощи, которые растут под землей, это все корнеплоды, картофель, нужно садить на убывающую луну, когда луна убывает. Как же определить, растущая сейчас луна или убывающая? Если вы, подставив палочку к луне, получите букву R, это растущая. А если она похожа на букву S, то это стареющая, значит, убывающая луна. Вот таким образом можно определить, какая луна в настоящее время. Ну, вот как-то так. С луной я дружу давно, еще с Казахстаном, поэтому много-много лет. Вот. И придерживаясь этого правила, все, что над землей на растущей луне, все, что под землей на настоящей луне, я всегда получаю хороший урожай. Поэтому чем и хочу с вами поделиться. Кроме этого, я хочу сказать, что у меня есть ролики на эту тему уже в прошлом году. Поэтому, если кто-то хочет узнать больше, можете посмотреть и их. Вот. Как я определяю сроки посадки и так далее. Ну, много я над этим не работаю. У меня уже много лет. Есть лунный календарь, который служит еще моим дневником. Каждодневные записи я веду в нем. И всегда могу посмотреть, какая в настоящее время луна и что в это время можно посеять. Здесь все в лунном календаре указано. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Посевной сезон начался. Впереди лето. Всем всего хорошего. Самое главное – здоровье. И оставайтесь со мной на канале «Север. Это моя семья». Не забывайте ставить лайки. Пишите комментарии. Канал должен быть и жить. Ну, вот как-то так. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. До новых волнующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok